Приветствую вас! Давайте попробуем разобраться с тем, что происходит у вас сейчас, да, то есть с тем, какой вопрос вы задаете, и, значит, разобраться с тем, как вам на него ответить. Итак, после встречи с любовником написал смс в такой ночи, что это тебя, на что он получил ответ, и тебя тоже. Как-то холодновато, не знаю, что и думать. Ну, что-то, смотрите, какая получается. А после встречи с любовником, то есть это не ваш мужчина, да, это не ваш, там, любимый человек, это не ваш муж даже, это именно любовник. То есть любовник это человек, с которым вы проводите время, ну, помимо своего мужа, наверное. И любовник это тот человек, которого вы в любом случае, ну, давайте будем, наверное, смотреть в правде в глаза, которого вы в любом случае используете. И используете вы его для своих, соответственно, целей. И эти цели, они достаточно понятны, они достаточно значимы, эти цели почувствовать себя вечной, получить наслаждение сексуальное и так далее. Вы ждете от любовника, как будто бы, вот, как это видится мне. Вы ждете от любовника, знаете, такой реакции, такого отношения к себе. Ну, как будто вы, знаете, как будто вы любимые люди, как будто бы вы муж и жена, может быть. И вот здесь надо сказать, что ситуация для меня несколько неясна. Иными словами, неясно, почему вы считаете, почему вы считаете, что любовник должен относиться к вам так же, как, ну, например, как, ну, например, мог бы относиться, скажем, муж, скажем, там, ваш любимый человек, допустим, и так далее. То есть вот этот нюанс, он для меня не совсем понятен. И я надеюсь, что вы его сами для себя постарайтесь раскрыть. Потому что ситуация все-таки такова, что вас беспокоит. Что именно вас беспокоит, как раз, вот эта вот ситуация. Вам она не нравится. Поэтому спей с этой ситуацией, ну, и на разбираться. Любовник к вам, судя по всему, относится именно как к любовнице. Любовнице в прямом смысле слова. То есть я имею в виду, что он воспринимает вас именно как партнера по сексу. Например, вы для него только лишь девушка на время и, в принципе, все стоит. Больше он вас, ну, никак-никак не воспринимает. Вот. По крайней мере, на это указывает вот то, что вы говорите. На это указывает именно вот то, как вы обо всем этом рассказываете. И если вам хотелось бы, например, если вам хотелось бы, чтобы любовник относился бы к вам иначе, как-то. Если вы хотите этого, вот того, чтобы любовник относился к вам по-другому, то вот никак вопрос. А правильно ли вы тогда вообще выбрали тип отношений? Потому что любовник – это любовник. И он не стабилен. Сегодня он есть, завтра его нет. И так далее. И не очень понятно, с чего вы ждете от любовника, опять-таки. Опять же. С чего вы хотите от любовника? Сам. Вот вы сам, вы сам. С чего хотите от любовника? Больше ласки, больше нестисти, больше любви. Но вы же понимаете, что у него есть, у него есть женщина. У него есть, как бы, его жена, судя по всему. А вы, как бы, про нее забываете. А у вас есть муж, и вы, как бы, про него тоже забываете, получается, в таком случае. И здесь возникает следующий момент. Что получается так, что вы начали встречаться с любовником для того, чтобы восполнить, восполнить то, что вам не дает ваш муж. А вот. И вроде бы вы получили от любовника секс, вроде бы вы получили от любовника внимание, но вам этого явно недостаточно. Вот именно на данный момент вам этого, этого явно недостаточно. И вам нужно что-то больше, а любовник вам этого дать не готов. И тогда получается, что отношения с вашим мужем находятся в куда более критичном состоянии, чем можно было бы предположить изначально. И именно об этом я предлагаю вам как следует подумать. Именно о том, почему ваши отношения с мужем пришли к тому, что у вас любовник, и как вы можете, как вы хотели бы дальше эти отношения развивать с любовником, с мужем и так далее. И что вы будете делать, если, например, любовник так и будет к вам относиться. Ну, вот так, как сейчас. Подумайте об этом, пожалуйста. А на этом, я думаю, можно закончить мой ответ. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! До свидания! Субтитры сделал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова